Софи, я собралась в тот мой портфель, пойдем? Да, мам, пойдем, только я не могу сама. А почему? Потому что я тоже собралась и подо мной мой чемодан. Ты серьезно? Ну да. Что ты туда набрала? Да ничего особенного как-то. Привет, дорогие друзья, с вами снова Догмама Аня и мои собаки Софи и Эйвен. И сегодня мы поговорим о том, что нужно иметь для собаки в доме, то есть необходимый минимум. В принципе, он подходит и для щенка, но там есть свои нюансы, поэтому если вы хотите отдельное видео, что купить перед приездом щенка, а мы прямо в нем пойдем в интернет-магазин, выберем товары и обсудим их. Тогда ставьте лайк и пишите в комментариях. Конечно. Сегодня мы поговорим о том, что нужно для собаки на нашем примере. Итак, поехали! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, досмотрите это видео до конца. Потому что... Ну что, что нужно для собаки в доме в первую очередь? Конечно же, еда. Либо это корм, либо это натуралка. Если вы решили кормить собаку сухим кормом, то лучше сначала поговорить с заводчиком, определиться с маркой корма, или с ветеринаром, или с консультантом в зоомагазине. И желательно корм часто не менять. Если же вы решили кормить собаку натуральной пищей, то есть натуралкой, вам все равно нужно поговорить с заводчиком или ветеринаром о том, чем кормить собаку, как эту пищу готовить, как ее давать. Ну что, Иван, понравилась тебе натуралочка? Да, ничего так, но я знаю, Софи, что много споров на этот счет среди специалистов. Да, может попросить маму снять видео за и против? Давай. Мам. Место. Любой собаке обязательно нужно свое место в доме по двум основным причинам. Не важно, какая порода собаки, для собаки важно, чтобы у нее в доме было какое-то свое местечко, как у вас. У вас же есть свое место? Это не должен быть именно кусок вашей кровати или вашего дивана или угол где-то на кухне. Это должно быть именно свое личное пространство, куда она может уйти, если устала, уединиться, побыть одна сама с собой. И второй момент, это скорее человеческий момент, то есть он нужен для нас, это иерархия в семье. Собака должна знать свое место. Когда, например, вы заняты и вам нужно сказать собаке место, она должна знать, куда пойти, а не на любимое кресло папы или на ручки к маме. Идите к себе. Эйвен, это не на ручки к маме. Знаю, Софи. Клевый у нас домик, да? Ага. Уютненько тут у нас. Ага. Ну а какое-то место вы уже можете определиться сами. Лежанка, подстилка, коврик, домик, вудка или клетка, если собака живет на улице. То есть это зависит уже от вас, от вашего образа жизни и от породы, с которой вы живете. У нас там достаточно вот такого маленького домика, причем для них двоих. Это вот такой домик ягодков, горошек для Софии Эйвена. К сожалению, когда мы вернулись в Россию, там в Таиланде мы все раздали, поэтому здесь в России у нас пока вот такой вот домик. Еще есть вот такая вот просто подстилочка, это тоже вариант для собачек. А также мы заказали Эйвену и Софи по лежанке, которых еще в Москве нет, вы обязательно их увидите в каком-нибудь нашем видео. Третий пункт это миски. Обязательно нужно, чтобы у собаки была своя тарелка. У вас же есть своя тарелка. В миске, если у вас собака одна, должно быть две. Одна для воды, которая доступна постоянно, то есть она стоит где-то и собака может в любой момент попить. А вторая для еды. Миски, которые у нас были в Таиланде, мы отдали местным собакам, которые там остались жить. А новые миски у нас на даче, поэтому здесь в Москве пока что у нас вот две вот таких вот стеклянных мисочки для еды для Эйвены и Софи, а одна общая миска для воды. Обычно стеклянные миски собакам не ставят на случай, что она может разбиться или еще что-нибудь случится. Поэтому лучше выбирать пластиковые из специального пластика в зоомагазине или металлические миски. Когда вы выбираете, вы должны ориентироваться опять же на породу и на размер собаки, потому что если собака высокого роста, ей нужно как-то приподнять миску, для этого есть специальные стойки. Да, вот раздали эти миски в Таиланде, теперь жди, когда за своими на дачу поедем. Даже из этой моей миски какие-нибудь гости пьют. Ты что-то сказала? Да ничего я не сказала, пей давай ее ушать. А теперь обязательный момент, это поводок и ошейник, потому что как вы будете гулять со своей собакой без поводка и ошейника? В нашем случае это вот такая вот рулетка у нас есть, мы сейчас заказали еще одну, вы увидите ее обязательно в другом видео. Такой вот поводок, потому что все остальное опять же осталось в Таиланде. Этого в принципе достаточно, вообще не обязательно иметь очень много поводков, если у вас недостаточно средств. Ошейников у нас много, в основном у нас вот такие вот банданки, есть еще кое-какие просто ошейники. Ну и опять же здесь выбор поводка и ошейника зависит от размера собак. Бывают кожные, бывают вот такие тканевые, как у нас. Поэтому здесь выбирать уже вам по своим потребностям и возможностям. Гуляем по Таиланду. Так, здесь кто-то был, надо отметиться. Так, куда тебя повезти, мам? Ладно, я тут пока это постою с тетей около магазина, ты сходи и купи, мам, это поесть. Надеюсь, маме можно доверять, она что-нибудь нормальное купит. Игрушки. Я считаю, что игрушки должны быть у собаки самые разные. Не обязательно тратить на них много денег, иногда игрушки можно сделать из подручных материалов. У нас обязательно будут тоже подобные видео, хендмейт. Тут уже тоже нужно выбирать по породе и по темпераметру. Если, например, это какой-нибудь Джек Рассел или Бигель, который любит поноситься, это какая-то охотничья порода, им подойдут какие-нибудь мячики, то есть то, что можно кидать, чтобы они приносили. В общем, любое апортирование. После Таиланда мы, так как мы тоже все игрушки раздали, у нас осталось несколько игрушек. В ближайшее время мы хотим пойти в магазин и купить побольше игрушек, мы обязательно тоже снимем об этом видео. В нашем же случае я стараюсь выбирать для Эвина и Софи самые разные игрушки, чтобы развивать интеллект, чтобы налаживать контакт, чтобы развивать мышление, чтобы собака начинала соображать, чтобы было, опять же, интересно играть в разные игры. Вот такие вот штуки, это для работы десен и зубов, чтобы погрызть, колечки такие можно катать. Мягенькие игрушки, с ними весело, с ними весело вот так вот просто играться с Эвеном и Софи. Вот такие игрушки, как канатики, они тоже хороши для зубов и десен, и это такой момент перетягивания. Эвина, дайди, я играю с игрушками. Вот Софи, ты эгоистка какая. Давайте лучше я вам кину игрушку. Не, 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 я знала, я знала, что моя манекене далеко. Переложу. Эвен, ты где? Давай, Софи, покидаю еще раз. Вот и я, Сопер Эвина, нападу на тебя сейчас, как впервые. Миша, я тебе не честно, нет, я впервые допрызу, Сопер Эвен, не честно. Соседи, как лошадка тут скачешь, соседи разбудишь. Сама ты соседи разбудишь, сам ты лошадка. Давай, давай. Игры, они помогают наладить контакт с вашей собакой, а не обязательно, если вы хотите ее дрессировать, воспитывать. Это лучший способ общения с вашей собакой. Когтерез. Когтерез нужен любому владельцу собаки, только если вы не стрижете когти только в салоне. Вот такие ножнички, то есть мы подрезаем шерсть между пальчиков и на лапках, и между подушечек, чтобы удобно было ходить, чтобы ничего не мешало и не пачкалось. Некоторые еще покупают пилки для того, чтобы подпиливать когти собакам. Мы этого не делаем. А теперь пострижем когти. Молодец! Обязательный набор для ухода за зубами, потому что ухаживать за зубами нужно всю жизнь с собакой. Зубные щетки. Вот у нас у Эвина и Софи вот такие розовые зубные щеточки. Такая штучка. Ей мы массируем десны. Если появляется зубной камень, у нас есть вот такая вот штука, чтобы снимать зубной камень. И, конечно же, зубная паста, то чем чистить зубы? Иначе просто камень завоюет весь рот. Короче, просто нужно чистить зубы. А теперь еще один момент. Это шерсть. Здесь уже вообще зависит все точно от породы, даже не от размеров, а именно от породы. То, какие инструменты вам нужно выбирать. Ну что ж, вот у нас есть такой совсем стандартный минимум, которого достаточно для того, чтобы ухаживать за Софи и за Эйвеном. Эйвен вообще у нас короткошерстный. Щеточка, которой мы вычесываем шерсть Софи и Эйвену. Расчесочка очень с мелкими-мелкими зубчиками, между ними очень узкие расстояния, чтобы расчесывать Софи вот в некоторых местах, потому что у нее шерсть линч для филировочной ножницы, которую мы используем, чтобы подстригать шерсть в определенных местах для гигиенической стрижки. Эйвена, конечно же, мы не стрижем, а Софи мы периодически подстригаем ушки где-то, где-то вот в интимные места, животик. У всех собак разная шерсть, и каждой собаке нужен определенный уход. Для тех же шпицов или чауча у них есть подшерсток. Там понадобится и пуходерка, и какие-то другие инструменты. Есть собаки, которым нужно постоянно где-то что-то подбривать, и понадобится триммер. Я считаю, что самый минимум для собаки это шампунь. Мы уже давно купили вот такой вот классный набор, в который входят 4 вида всяких средств. Шампунь, кондиционер, маска и специальная брызгалка для охлаждения тела, для того, чтобы шерстка блестела. Но это все какие-то такие вещи, которые вы можете выбирать, а можете не выбирать. Достаточно, чтобы у собаки было действительно то, чем ее помыть, если она испачкается. Также я считаю, что в обязательном меню для собаки должна входить минимальная аптечка и средства от паразитов, глистов, блох и клещей. А вот уже при необходимости и в зависимости от образа жизни можно приобретать какие-то другие вещи. Одежда для собак. Тот же самый момент. Я считаю, что есть собаки, которые никогда не знали, что такое одежда и прекрасно прожили всю свою жизнь. А есть собаки, которые были приучены к одежде самых маленьких лет. Но тут уже где купить и что выбрать, выбор огромный, и это фантазия, куда ваша вас поведет. Ты Васику святорок связала. Ух ты, бабуля, ну ты даешь. Спасибо тебе большое, чтобы мы без тебя делали. Сколько этих цветов, вариантов? Розовый? Полос? С капюшоном? Ээээ, голубой? Горошек? Десять тысяч рублей? Может от уточки отказаться. Вкусняшки для собак. Здесь вам нужно выбрать, готовы ли вы покупать специальные лакомства для собаки в зоомагазине. Или кормить ее какими-то самодельными лакомствами. Кстати, по поводу кусочка сыра. Очень многие там возмущались во вредных продуктах, что мы сказали, что сыр собакам давать нельзя, а сами даем. Мы имели в виду, что кормить, чем кормить собаку. Сыром кормить собаку нельзя. Но давать его ей в маленьких-маленьких, очень маленьких количествах. И только как лакомство, конечно же, можно. Просто он очень жирный и очень острый. Выбор лакомств сейчас очень большой. Мы же могли это съесть. Мы так это можем съесть, Софи. Мам, не надо вот кидаться вкусняшками, а то их не будет. Попроси-ка прощения вкусняшек, да, и подними. Мы пользуемся всегда вот таким вот портфельчиком и вот такой сумкой. Это для маленьких собак. Вы не попользуетесь, вы не сможете носить своего большого ротвейлера у себя на груди. Также два года назад, еще до отъезда в Таиланд мы купили вот такую вот сумку-переноску. Размеры которой нужно было выбрать именно специально для аэрофлота, чтобы полететь в самолете. Иван и Софи использовали ее как домик, то есть там была внутри мягкая подстилка, потому что в Таиланде у нас не было клавнички. Их у нас две, они очень удобные. У нас до сих пор сохранилась здесь бумажка с тайским гербом. В случае каких-то других собак, например, больших, вам может пригодиться кеннел или специальная клетка, чтобы перевозить собаку в самолете, в машине и вообще в любом каком-то транспорте. Ну что ж, как вы видите, стартовый набор для собаки не такой уж большой. Если у вас возникли вопросы, пишите в комментариях и будет вам счастье. Как я сказала, люди, которые никогда не пользовались одеждой или всю жизнь ходили в одежде. Что? Люди, которые никогда не пользовались одеждой. Что? А новые миски у собаки... Миски у собаки... Так что? Так что? Так что? Так что? Так что? А хочешь, я позвоню логопеду? Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.